Съемочная группа телеканала «Север» приступила к съемкам очередного фильма из серии «Семь чудес НАУ». Для этого мои коллеги выехали в окрестности поселка Хангурей на ручей Ватик-Шор. Принято считать, что самые прекрасные цветы обязательно должны произрастать где-то очень далеко, в диковинных южных краях, где круглое лето царит праздник солнца и тепла. Это пион, цветок, пришедший к нам из-за горизонта, с востока, где желтое солнце встречается с небесной лазурью. Ученые утверждают, что в северных холодных землях он расти не может, и тем не менее он растет и цветет. Чтобы увидеть его цветение, мы отправились по печоре к поселку Хангурей. Слово «красивое» означает нагромождение берез. Хангурей знаменит тем, что здесь находится база оленеводческого колхоза Няриянаты. Поселение образовано в 1934 году. Старожилы говорят, пионы на высоких склонах ручья Ватик-Шор росли всегда. Цветут пионы в начале июня, а сейчас в это время найти их очень сложно, поскольку они уже отцветают. Так что в поисках этого чуда природы нам даже пришлось карабкаться по скалам ручья практически вертикально. Ватик-Шор находится почти на одной широте с горячими термальными источниками Пым-Вашор. Может, разгадка появления пионов за полярным кругом кроется в области геологии? Местные жители утверждают, в разломе ручья всегда тепло. Каждую весну они любуются этими цветами и собирают их, как лекарственное сырье. И это несмотря на то, что еще Плиний-старший предупреждал. Пион охраняет пестрый дятел, который готов выклевать глаза всякому, кто попытается его сорвать. Миф остается мифом, а реальность – вот она. Пион цветет на северной земле, оберегает ее и учит нас любить родной край. И это – настоящее чудо природы. Валентина Чибичек, Мария Кравченко и Сергей Качугов, Телеканал «Север». Продолжение следует...